Здравствуй, дорогой друг! Рада приветствовать тебя на уроке математики. Итак, тема нашего урока составные задачи космодрома. Сегодня на уроке ты узнаешь, как составлять, сравнивать и анализировать составные задачи разных видов. Какие космодромы есть на нашей планете Земля, а также научишься моделировать и решать задачи в несколько действий разными способами. На предыдущем уроке ты узнал, что искусственный спутник это летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли. А как же спутник попадает на свою орбиту? Космические летательные аппараты запускаются на свою орбиту с космодромов. Их на планете 28. Космодром – это место, где находится комплекс сооружений для запуска космических аппаратов в космическое пространство. Давай посмотрим на карту и определим космодромы, с которых запущено более 500 летательных аппаратов. Первая – это база военно-воздушных сил США на мысе Канаверилл, Куру, Франция, космический центр имени Кеннеди в Америке. Около тысячи аппаратов было запущено с космодрома Плесецк, Россия, и первого космодрома Байконур, который расположен на территории Республики Казахстан. Новейшим космодромом является восточный, расположенный на Дальнем Востоке, Россия. Итак, давай для начала вспомним, что мы знаем о задачах. Задачи бывают простые. А что значит простые задачи? Верно, простые задачи решаются одним действием. Также задачи бывают составные. А что значит составные? Правильно, задачи, которые решаются в два и более действий. Составные задачи состоят из простых, последовательное решение которых приводит к ответу на основной вопрос. Сегодня мы решаем составные задачи. Давай решим первую задачу на странице 73 номер 1. Прочитаем задачу и представим, о чем говорится в задаче. На космодроме провели две новые электрические линии. На одну линию пошло 48 километров провода, а на другую линию в два раза меньше. Какова масса этого провода, если один километр имеет массу 159 килограмм? Запишем краткое условие в виде таблицы. Известно, что на одну линию пошло 48 километров провода, а на другую неизвестно, но говорится, что в два раза меньше. Нужно узнать массу этого провода, если один километр имеет массу 159 килограмм. Можем ли мы сразу узнать и ответить на вопрос задачи? Правильно. Нет. А почему? Потому что неизвестна длина всего провода. Можем ли мы узнать длину всего провода? Нет. Правильно. Почему? Потому что неизвестна длина провода для второй линии. Узнаем длину провода для второй линии. Что говорится о ней в задаче? Верно, что она в два раза меньше. В два раза меньше. Какой нужен знак? Молодцы. Это деление. Поэтому первым действием мы 48 делим на 2. Получается 24 километра. Это длина провода второй линии. Теперь определим длину провода для двух линий. Для этого прибавим к 48 24. Получаем 72 километра. Это количество провода на две линии. А как определить массу всего провода? Молодцы. Для этого нужно умножить длину всего провода на массу одного килограмма провода. Итак, умножаем. 159 умножаем на 72. Получаем 11 448 километров. Это общая масса провода на две линии. Решение этой задачи мы можем также записать выражением. Итак, мы ответили на вопрос задачи? Ответили. Можем смело записывать ответ. Ответ. Масса провода 11 448 килограммов. А теперь решим вторую задачу на странице 73 номер 2а. Для ракетостроения завод выпускает 16 326 деталей в год. Шестая часть из них стальные. 2725 железные, а остальные алюминиевые. Сколько алюминиевых деталей выпускает завод в год? Итак, составляем краткую запись. Нам известно, что стальные детали составляют одну шестую часть. Железные 2725 деталей. А алюминиевых? Неизвестно, нам нужно найти. Но нам еще известно, что всего 16 326 деталей. Данные этой задачи также можно записать и при помощи схемы. Еще раз внимательно читаем вопрос. Сколько алюминиевых деталей выпускает завод в год? Можем сразу ответить на этот вопрос? Нет, конечно. Для начала нам нужно узнать, сколько стальных деталей выпускает завод. Если мы знаем, что стальных шестая часть от общего количества деталей в год, то есть от числа 16 326. Как найти эту часть? Вспоминаем, как найти часть от числа. Для того, чтобы найти часть от числа, нужно это число разделить на знаменатель и умножить на числитель. Итак, получаем 2721 деталь стальная. А можем ли теперь ответить на вопрос задачи, сколько алюминиевых? Нет, но мы можем сложить количество стальных и железных, а оставшиеся будут у нас алюминиевые. Складываем. 2721 плюс 2725. Сумма этих двух чисел равна 5446 деталям. Это стальных и железных деталей вместе. Если общее число 16 326 деталей, а стальных и железных вместе 5446 деталей, значит, сколько алюминиевых? Правильно. 10 880 деталей. Читаем еще раз вопрос. Сколько алюминиевых деталей выпускает завод в год? Мы ответили на вопрос задачи. Да. Записываем ответ. 10 880 алюминиевых деталей. И так, ребята, мы с вами решили две задачи, и обе задачи у нас были составные. Итак, сегодня я хочу вас познакомить с удобным способом умножения на 99 и 101. Работаем устно. Посмотрите. Нам надо 79 умножить на 99. Для начала мы 79 умножаем на 100. Согласитесь, что умножать на 10, на 100, на 1000 всегда легче. Далее будьте внимательны. Мы вычитаем из полученного 79. Почему, скажете вы? Мы взяли по 79 100 раз, а нужно было 99. Поэтому мы один раз вычитаем первое число. Что мы получаем в итоге? 79 умножить на 100 – это 7900. Вычесть 79 и получаем 7821. А теперь попробуйте вы сами. 44 умножьте на 99. Молодцы! Получилось! Сейчас рассмотрим умножение на 101. 54 умножим на 101. Действуем похожим же способом. Мы также умножаем на 100. Но теперь обратите внимание, мы взяли 54 100 раз, а нужно 101. Поэтому в данном случае мы прибавляем первое число. Что получилось в итоге? 54 умножить на 100 – это будет 5400. Плюс 54. Итого получаем 5454. Молодцы! А теперь самостоятельно рассмотрите случай. 76 умножить на 101. Итак, ты теперь умеешь определять и выбирать рациональный способ умножения на 99 и 101. Теперь давайте рассмотрим уравнение, которое состоит из нескольких действий. Запишем уравнение. Давайте расставим порядок действий. Первое действие выполняется в скобках. Второе – деление. Третье – умножение. Помните, дети, находим неизвестное по последнему действию. В данном случае это умножение. Значит, вспоминаем компоненты умножения. Получается, левая часть у нас будет являться первым множителем. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно значение произведения разделить на известный множитель. Этот неизвестный множитель переписываем еще раз без изменения. Ставим знак «равно» и делим 512400 на 600. Левую часть уравнения переписываем еще раз без изменений. А правую упрощаем. Смотрим еще раз на уравнение. Определяем последнее действие. То, что находится в скобках, это неизвестный компонент. Какой компонент? Делимое. А чтобы найти неизвестное делимое, нужно значение частного умножить на делитель. То, что в скобках, переписываем без изменений. х плюс 47972 равно 854 умножаем на 75. Упрощаем уравнение. Далее решаем простое уравнение. Выполняем проверку. Вместо х подставляем числовое значение. Доказываем, что правая и левая части равны. Итак, записали ответ и доказательства. А теперь, ребята, поставьте видео на паузу и решите второе уравнение самостоятельно. Давайте проверим. Выполните проверку по образцу. Кто справился с этим уравнением, молодцы. Вы решили составные уравнения. А теперь решим логическую задачу номер 9 на странице 76. В синем, красном и зеленом стаканчиках стоят карандаши, фломастеры и ручки. Используем таблицу. В синем стаканчике не ручка и не карандаши. Покажем это в таблице. Если в синем стаканчике не ручка и не карандаши, значит в синем стаканчике фломастеры. Правильно. В зеленом стаканчике нет карандашей, значит карандаши в красном стаканчике. Опираясь на данные таблицы, мы можем сделать вывод, что в красном стаканчике не фломастеры и не ручки. А в зеленом стаканчике точно не фломастеры. Значит в зеленом стаканчике ручки. Итак, рассуждая логически, вы легко можете выполнить решение любой логической задачи. Итак, наш урок незаметно подошел к концу. Теперь ты знаешь, какие космодромы есть на нашей планете, как составлять и анализировать составные задачи, моделировать и решать задачи в несколько действий разными способами. На этом наш урок закончен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok